Всем большой привет! Давно я не выходила в эфир. Я думаю, где это сделать еще лучше, чем не в фитнесе. Если я договорил гарничуру, то звуки слышны любые экраны, как меня. Мы уже сегодня занимаемся несколько часов. Мне нужно сильно заниматься. Наверное, минут 40 у меня было на икликс. Я шагаю по лестнице. Я теперь на таком. Потом тренажеры. Сейчас растяжка. И через 20 минут я еще хочу пойти на зону. Ильбус пошел в бассейн. Кстати, очень забавная история была. Я когда занималась, ко мне подошел какой-то странный товарищ. И, короче, там, к слову, полно вот этих вот степперов. Очень реально много. Он ко мне подходит. Я в наушниках. Он говорит, вы знаете, обычно... Это мой тренажер. Я на него занимаюсь. Как обычно я. Ну, я понимаю, что это как бы... Ну, ненормально. Вот. Но понимаю, что я не хочу сейчас так что-то... Какие-то разборки с кем-то непонятным мужиком и так далее. Я просто ничего не говорю. Вот. Я говорю, ну, бывает. И надеваю наушники. То есть, просто его игнорили. Это такой позитивный способ взаимодействия. Он с такими вот странными людьми. И он такой что-то еще вам поменил. Сказал его извините. И стал рядом. Вот соседний такой же тренажер. Хотя, к слову, их было очень много. Рядом. И можно было, ну, подальше сказать, да. А не потом, чтобы не дышать тут ходом. Грубо говоря, извините. Вот. Вот товарища. Так. Ну, я решила, что не омрачи тренировку. Вообще интересное такое освещение. Сейчас тянула ягодица. Ягодичную мушту. Интересное освещение. Как будто в каком-то прям в лучах солнца. Так падает свет. Вот. Короче, я активно решила выходить на все танцевальные. На Зумбу. На High Fuse. На все эти кабучки. На что еще там? На Fusion Land. Короче, все, что здесь есть танцевальные. Я отсюда активно хожу. Потому что я поняла, что мне нужно развивать эластичность. Все. Вот. Я теперь активно развиваю. Что бы не то, как раньше, когда на кондициональный тренинг, короче. А и, ну, что-то такое, короче, женственное. И я могу сказать, это огромное влияние, вот, ну, оказывает на какое-то вот само восприятие. Да. Даже как-то по-другому хочется, я не знаю, одевать. Сначала и так далее. Ну, потому что более женственное вообще вспомнить, что ты не в жизни получил. Вот. Прикольно работает. И если первое время мне было дико неловко, очень неловко. Ну, на первом занятии. То, что вот эти все связаны, я вообще не могла их запомнить. То есть, у меня руки с ногами не соединялись и так далее. Но уже с опорой до нее, я уверена, что я успел. С тех второго занятия. Вот. И сейчас мне в кайф. То есть, да, они все получают. Но уже не так все плохо. И в целом, ну, я как бы влево нолюся, уже не так кайфую от процесса. Так что всем рекомендую на самом деле. Вот если чувствуешь, что чуть-чуть как-то задеревенели, да, то обязательно походите именно на что-то танцевальное. Очень прям помогает. Да. Ух. И главное настроение, потому что это все-таки музыка. Это тоже ритмичное, пластичное движение. Прям гайф. Даже если не ходите на танцы, походите вот в форматике без пыла. Вот. Я думаю, может быть, будет даже достаточно. Кстати, ребят, такой моментик, кто приобретает себе какую-то новую форму фитнес, ни в коем случае не берите себе вот белые штаны. Потому что будет вот такое. Вот. Ой, не знаю, видно вот. Коленочки здесь вот. Короче, это просто с того, что я на коленке встала на паврике. Я до этого думала откуда какая-то грязь. Я думала, неужели, не знаю, от кроссовок как-то до колен дошло. Нет. Нет. Кроссовки нормальные, а вот павлики грязные. Я не знаю, может кто-то до этого грязно не получил. За кроссовками тоже вставал. Ну, короче, такое себе. Вот. Да. Так что, что могу сказать. Знаете, ну, как бы для меня, я понимаю, фитнес, это... Ну, не просто там про какой-то спорт, мышцы. То есть, наверное, даже я, наверное, даже не пытаюсь там слишком сильно там профессионально накачиваться и прочее, но определенно то, что я пытаюсь сделать, это, наверное, все какое-то оздоровление. И фитнес для меня это как способ составляющая, ну, вообще, моего настроения. Потому что сауна, танцы, там, музыка, музыка, то есть это какое-то, ну, какое-то позитивное коммуника, что тоже немаловажно. Вот. Это все это составляет, позволяет, ну, как-то моему настроению быть тоже в лучшем состоянии. Вообще, ну, я об этом много говорю, там, про нас, ну, и прочее. Очень важно уметь к себе наставить вот эти вот крючки, вот эти подходы, вот, себя мотивировать. Потому что, например, сегодня то, что быть в 8-м, ну, на действительности, а он у нас не в нашем районе. Ну, и так получилось, что нам тогда было удобно территориально. Вот. Еще там, короче, прилично нужно убираться за него. Вот. Ну, не через весь, не через всю Москву, но, тем не менее. Как бы, центр, да? Вот. И... То есть, я встала, да. Ну, пока там спокойно просто, чтобы не торопиться, собраться. Я сейчас пока растяжку делаю. Такой пользы. И почему я это? Ну, и, конечно, в каком-то, может быть, ином случае был бы соблазн, что, может быть, не идти так рано или вообще пойти в другой день и так далее и так далее. Вот. И вот важно находиться, чтобы помнить про свою цель, помнить про то, что ты хочешь, что тебя мотивирует. И я в своем случае знаю, что мне главное просто сюда дойти. И начиная с каких-то маленьких целей, я думаю, что, например, у меня очень работает, если я чувствую, что я гружусь в каких-то тяжелых задач и стараюсь, начинаю их избегать, то есть я делаю по-другому. Я себе говорю, что давай мы сделаем что-то очень легкое, что-то одно. Я стараюсь громче говорить, чем здесь другие люди. Вот. Получилось все громче, громче. Ну, ничего страшного. В общем, говорю, что мы просто придем и позанимаемся, я не знаю, там, на Эликсоне или еще на чем-то. Я не говорю, что буду делать там 10 задач, а в конце еще нашпагаться. Вот. И в бассейн пойду. А в итоге я снимаюсь, и у меня, ну, появляются аппетиты прямо во время еды, потому что, ну, как бы атмосфера и так далее, там, музыка, которую я слушаю, да, там, или еще что-то интересное, что я себе запланировала. Она витилирует, там, взмениваться дальше. Вот. И так далее. То есть сейчас, я не знаю, мне в голову прошло, что я могла выполнить, ну, может быть, даже как-то на шпагат начать растягиваться. Вот. Не знаю, я никогда в жизни, то есть у меня вообще еще есть растяжка, ну, такое. Ну, то есть где она не плохая была, она не так, чтобы там какой-то шпагат, да, или что-то вообще такое близкое. Вот. А сейчас, ну, представьте, как в процессе, вообще, да, приходит эта мотивация самая. Даже в прошпагат, если я по-моему, то есть я по-моему, а теперь я в свои растяжки смажу добавить еще 5 мышц. Вот. Я вообще сижу вот такой. Ну, почему бы нет. Вот. Так что рекомендую вам такой приемчик. Может быть, он тоже на вас работает. То есть первое, когда тяжело куда-то, ну, пропадает мотивация, куда-то прийти. Ну, просто, может быть, выставить себя прийти или какими-то такими пусняшками, поблажками, какими-то, сказать. Ну, да. Чем-то, то есть, я не знаю, там, опять же, ну, мне музыка помогает. Например, с утра она всплывается. Вот. Я ее слушаю, собираюсь, и нормально. Там что-то некрасивое надеть, может быть. Да? Новые, не знаю. В общем, какие-то такие штуки. Или просто вообще выйти и все. Вот. И поставить какую-то небольшую цель. Если вы ее выполнили, дальше уже похвалите себя, постучитесь к себе. Может быть, захочется что-то еще. Как мне сейчас. Вот. И, ну, конечно, здорово, что были люди, может быть, рядом, которые, как минимум, там, могут вас поддержать, похвалить за ваши цели. Вот. Это будет, конечно, тоже положительно на вас работать. Потому что, ну, я сейчас на кита. И, ну, иногда бывает такое жигание. Особенно, когда что-то там пригрустнуло. Думаешь, да ладно. Ну, так же все катично и так хорошо выглядишь. Зачем? Зачем? Вот. Но, опять же, в этот момент надо что-то вспомнить там из вашей цели какие-то положительные моменты. Просто перетерпеть этот момент, не сразу бежать в холодильнику, да, там, или в кафе и тут же что-то заказывать. А чуть-чуть переждать этот момент, да. Вот. И вы с тобой будете еще больше гордиться. Вот. Это чуть-чуть такой другой уровень мотивации, да. Другой уровень радости. Но, как бы, результат от эффекта хорошего самочувствия, от, там, вообще от красивого тела, да, от большего количества энергии оно намного лучше работает, намного больше пьет, чем, чтобы съеденный кусок, там, пирога такого-то десерта, который работает 15 минут. Вот. То есть могу так сказать, что, там, набирая, там, например, лишнее или, ну, кушает там все подряд, то есть, мне мало чего начинает радовать. То есть, казалось бы, вроде бы сахар он радует, да, но на деле сахар раскачивает ваше настроение и потом как только уровень сахара в крови, который, да, он падает, он уже резко падает, потому что если вы на углеводах видите, вот, то вы становитесь более, ну, как бы, раздражительным, агрессивным, вот. Вот. А на здоровом питании, где много овощей, где много здоровой еды, где меньше углеводов, у вас, ну, по-другому работает все, там, иноклимная система, не со временем. Вот. Поэтому это такое очень благодарный, благодарный вклад в себя. Вот. Ну, что, у меня осталось совсем немножко времени, и я буду постепенно и активно взял на зубу. Ну, что, ребята, сегодня был очень позитивный, позитивный фитнес. Вот. Вообще, в целом, то, что мне нравится, потому что здесь я так убираю немножко от других, которые здесь ходят из души. Вот. позитивный фитнес, и вот, и, по-жалению, тоже одна из причин, по которым, буквально вообще, сюда-то уходить, наверное, за позитивным окружением. Я сегодня окончательно переоделась в такой вот темный лук. Мне, кстати, нравится, ну, ветром больше, наверное, в тёмном последнее время ходить. Мне кажется, ну, по-другому стилю никому. Ну, так. Буфу-нушкух. Короче, создаем себе быстрые линии. Вот. И всем отличного дня, и тоже не забывайте про то, про своё состояние. Так говорят, фигментальное здоровье, если походу. Вот. Это действительно немало важно. Всё, всем пока! Спасибо.